МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей город в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги подготовили главную информацию о событиях понедельника, 1 апреля. Смотрите коротко о том, что вас ждет сегодня. Шел пятый месяц зимы, когда в Калининграде установится теплая погода. Отберем через суд. Вход в зоопарк решили вернуть в собственность города. Новые штрафы и новые пенсии. Что изменится в жизни калининградцев с 1 апреля? Теперь только с визой Хорватия установила новые правила въезда в страну. Два мира Мары. В городе прошел концерт известной российской певицы. Ну а теперь подробнее. Первоапрельская шутка природы. В Калининград все никак не придет. Настоящая весна. Средняя месячная температура марта оказалась на 3 градуса ниже нормы. А в понедельник на город обрушился неожиданный снегопад. Когда же весна установится не только на календаре, выясняла наша съемочная группа. Отдохнула и опять в путь пошла работать. Дворник с шестилетним стажем Зита Петраускена столько снега в апреле не видела давно. За прошедшую ночь город практически засыпало полностью. Высота сугробов составила до 10 сантиметров. А в некоторых районах области и того больше. Так что на рабочем месте дворник с самого утра. Даже зимой столько не приходится трудиться, признается Зита. Первый раз вижу такое, что снега много выпало. Сколько усилий мы отдаем на этот снег? Помощь дворникам на расчистку города вышли и около 40 единиц техники. Для уборки снега и обработки дорог песко-соляной смесью. Только за ночь ее высыпали порядка 700 тонн и 25 тонн реагента. Мы работаем в усиленном режиме, не прекращаем посыпку. Сейчас производим очистку от шуги скопившейся. Сейчас в городе работает вся имеющаяся в наличии техника. И трудиться ей придется еще как минимум неделю. По данным синоптиков, снежная погода продержится в городе до 10 апреля. А виноват во всем Средиземноморский циклон. Из-за снегопада за сутки в городе уже произошло около 40 ДТП. На большинстве улиц затруднено движение. Поэтому городской отдел ГИБДД обращается ко всем горожанам с просьбой. Вообще, в принципе, в такую погоду, как вот сегодня, если верить сводкам, еще ближайшие три дня будет точно такая же погода, лучше, наверное, ограничить свое передвижение по городу, либо использовать общественный транспорт, либо поправить здоровье и ходить пешком. Метеослужбы прогнозируют обильные осадки в Калининграде еще в течение трех дней. Передохнуть горожане смогут только в среду. А ждать весну в ближайшее время вовсе не стоит. В нашу область весна задерживается. И уже, так сказать, с большим опозданием, действительно. Теплые, интенсивные весны в ближайшее время мы не ожидаем. То есть, получается, ко второму и третьему осадке прекратятся, но температурный режим сохраняется. Ночная температура 0, минус 4 градуса, дневная температура минус 1, дневная температура плюс 3 градуса. Очередной циклон синоптики ожидают уже 4-5 апреля. С ним будет связано налипание снега, а также усиление северо-восточного ветра. Его порывы могут достигать до 17 метров в секунду. А вот настоящее тепло придет в область только в середине апреля. Светлана Федорова, Юрий Жуков, Максим Кириченко. Служба новостей «Город». И в продолжении темы погоды. Срочное сообщение от калининградских спасателей. Выход на лед водоемов области крайне опасен и запрещен. Только за последние несколько дней спасателям МЧС пришлось трижды выезжать на помощь рыбакам. Из-за метеоусловий страдают не только любители рыбы, но и путешественники. Аэропорту Храброво пришлось поменять расписание полетов. До обеда не приземлился ни один рейс. Были задержаны вылеты нескольких самолетов. К вечеру ситуация улучшилась, но в пресс-службе не исключают появление очередных задержек. Там говорят, что аэропорт работает в зависимости от метеоусловий. Все изменения в расписании полетов пассажиры и встречающие могут отследить на официальном сайте аэропорта. Или по телефону справочной службы Храброво 610-610 и 610-415. Администрация города пытается изъять здание кафе «Съешка» у входа в зоопарк. По закону выкупить его по остаточной стоимости возможно. В случае бесхозного содержания памятника, из-за которого ему причиняется вред. Судебное заседание по этому делу назначено на вторую половину апреля. А пока городские власти намерены собрать комиссию. Она должна определить, безопасно ли использование пристройки к зданию. Напомним, около месяца назад владелец начал самовольный ремонт. Власти выписали предписание на его приостановку. Собственник требования выполнил, но с разрешением на проведение работ так и не обратился. Между тем, он должен предоставить эскизный проект ремонта фасада и кровли здания. Работы должны включать в себя и реставрацию фигур животных. Расположенных на крыше. Часть денег на нее выделит зоопарк. Оценка реставрации пока не проводилась. Безопасность детей на дорогах – одна из самых острых тем. В городах, которые перенасыщены автомобилями, число ДТП ежедневно растет. Поэтому учить правилам дорожного движения лучше начинать с малых лет. В парке «Юность» открылся специализированный класс, где детей научат правильному поведению на дорогах. В парке «Юность» правилам дорожного движения учат с 2006 года. Для этого там построили автогородок. На сегодня обучено уже 4000 детей. Открытие специально оборудованного класса стало следующим этапом. В нем дети будут постигать основы дорожной азбуки, а также учиться оказывать первую медицинскую помощь при ДТП. Благодаря этому классу, когда они получат теоретическое обучение и выйдут на практическое вождение детское, все-таки же наших деток будет беречь Бог, как говорится, и правила дорожного движения. Сегодня в этом классе прошел первый урок. Детям рассказали планы занятий. Объяснили, почему знание правил дорожного движения для них так важно. Также им раздали специальные светящиеся ленты, которые помогут привлечь внимание водителей. Полученные знания можно будет проверить на специальном компьютере. На нем установлена программа с тестовыми вопросами. В будущем здесь хотят установить интерактивную доску и даже автотренажер. А уже 1 мая ребята выйдут на летнюю площадку, где начнется практика. Для этого власти города закупили 5 велосипедов. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Новые штрафы и новые пенсии, что изменится в жизни калининградцев с 1 апреля. Теперь только с визой Хорватия установила новые правила въезда в страну. Два мира Мары. В городе прошел концерт известной российской певицы. Ну а подробнее об этих и другие интересные новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Гришина и мы продолжаем. 1 апреля калининградцы отметили не только снежный день смеха, но и в силу вступили различные нововведения в рамках закона. К примеру, перевозчиков теперь будут наказывать за отсутствие страховки. Некоторым гражданам повысят пенсию, а тариф установят на три года. Что еще ждет калининградцев, расскажет Алексей Бондарев. С 1 апреля в России вступает в силу закон о долгосрочном регулировании тарифов ЖКХ. Теперь их будут устанавливать минимум на три года. По мнению разработчиков, новая система создана для модернизации коммунального комплекса инвестиций и для простоты потребителей. Из-за высоких тарифов и их постоянного роста население не готово к долгосрочному регулированию. Вот эксперты, они бы нашли достаточно таких моментов, по которым можно было бы снизить тарифы. А вот после этого уже думать об установлении долгосрочных тарифов в связи с социальной привлекательностью. Поэтому я сейчас население, наше население Калининградской области, к установлению таких тарифов не готово. Также с первым апрельским снегопадом пришел и рост пенсий. Это касается трудовых и социальных в том числе. Сейчас средний размер трудовой пенсии дорос почти до 10,5 тысяч, но увеличение будет происходить на разные расчетные коэффициенты. Трудовые пенсии дополнительно увеличиваются с 1 апреля на 3,3 процента. Это уже второе увеличение в этом году, а первое было в феврале на 6,6 процента. А социальные пенсии будут увеличены почти на 2 процента, 1,81 процента. А еще у пассажиров общественного транспорта стало меньше поводов для волнения. С нового года перевозчиков обязали страховать от несчастных случаев каждого клиента. С 1 апреля те, кто это еще не сделал, заплатят штраф. По закону на билете или в салоне транспорта должна быть указана страховая компания, с которой заключен договор. Максимальная сумма, которую могут получить пострадавшие – более 2 миллионов рублей. Исключение составляют такси, где страхование идет по ОСАГО. Алексей Бондарев, Дмитрий Казаков, Назим Габибов, Служба новостей город. Президент России встретится с калининградскими студентами. ГИБДД изменила схему дорожного движения по улице Озерова, а лифты в домах калининградцев наконец-то отремонтируют. Подробнее об этих и другие интересные новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». С 1 апреля Хорватия ввела визовый режим для россиян. Изменения связаны с подготовкой этой страны к вступлению в Евросоюз. Оно ожидается уже 1 июля этого года. В следующие два месяца россиянам будут выдавать национальные визы Хорватии. Местные власти заинтересованы в сохранении потока туристов, поэтому проблему россиян нововведение вызвать не должно. Срок выдачи визы не превысит 5 дней. Стоимость составит 35 евро. Владимир Путин встретился со студентами и преподавателями БФУ имени Канта. Неформальный разговор состоялся в его резиденции в Ново-Огарево. С преподавательским составом и студентами университета он обсудил достижения и планы на будущее. Напомним, указ о создании Балтийского федерального университета был подписан Дмитрием Минведевым 13 октября 2010 года. Со вторника с улицы Озерова разрешат левый поворот на Горького в сторону рынка. В выходные там была установлена дополнительная секция светофора, разрешающая левый поворот. Таким образом, городские власти рассчитывают разгрузить улицу Гаражную и Озерова в часы пик. В этом году в жилых домах Калининграда отремонтируют 70 лифтов. На это из местного бюджета выделили 89 миллионов рублей. Отметим, что капитальный ремонт одного лифта обходится городу почти в полтора миллиона рублей. Он включает в себя полную замену лифтового оборудования, включая кабины и подъемные устройства. Пакеты стали самым продаваемым товаром в российских магазинах. Продавцы зарабатывают на них сотни миллионов рублей. Кроме того, ретейлеры зарабатывают и на рекламе, которая на этих пакетах размещается. Хотя в мире тенденция обратная. Во многих странах часто ограничивают или вовсе запрещают продажу полиэтиленовых пакетов из-за проблем с утилизацией и вреда для окружающей среды. Курсы валют на 2 апреля. Доллар США – 31 рубль 11 копеек. Евро – 39 рублей 82 копейки. Литовский лид – 11 рублей 54 копейки. Польский злотый – 9 рублей 53 копейки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курсы жалуются, рассказывают о затянувшейся гастрольной зиме. Все лето она и ее группа провели за полярным кругом – концерты, съемки клипа. Поэтому нынешняя погода ее не пугает. И даже наоборот – она нашла время закалить свой организм. Конечно же, баня с непосредственным, с обязательным нырянием в сугроб. Ну или там в ледяную купель, если она есть, или в сугроб. И с такими скриками, как можно громче посреди ночи. Кроме бани, певица соблюдает пост. Любит готовить, печи и ненавидит шопинг. В Калининграде Мара бывает достаточно часто. И, как выяснилось, у нее особое отношение к самому западному региону страны. Здесь живут и ее родственники. С детства она загорала на Балтийском побережье. Но, несмотря на это, в городе певица совсем не ориентируется. Я даже не помню, в прошлый раз мы в Зеленоградске были? Или в Светлогорске? Где-то там, где-то там. Зеленоградск ближе. Первый весенний месяц выдался напряженным. Она презентовала свой новый альбом «Два мира» в самых крупных портовых городах страны. Новороссийск, Санкт-Петербург, Мурманск. И вот добралась и до Калининграда. Большой тур певицы подошел к концу. Сразу после концерта она отправилась домой, в Москву. Работать над большим концертным DVD с загадочным названием «Почувствую разницу». Денис Саландин, Назим Габибов, Служба новостей, Город. 1 апреля никому не верю. В этом году с нами главную шутку сыграла погода. Хочется надеяться, что она тоже празднует День смеха и скоро придет таки весна. Ну а мы же спросили у калининградцев, как они разыгрывают друг друга в этот день. Встанут день за стенки раз или позвонят, скажут, это из милиции, приходите, у нас к вам вопросы есть. Конфету с солью перемешаю. Ну, то ли спина грязная, то ли там какое-нибудь происшествие. Как рисовали что-то мелом на спине. Я позвоню сестре, смс-путам, что я ей перечислил, я тебе тысячу. А потом скажу, обрадую. Это шутка, 1 апреля. Ну, например, раньше я работала конструктором, говорила своим друзьям, что это, что из-за вашего этого, брак сделан, но они бежали в этот цех. А на этом все. Если у вас есть интересные новости и вы хотите стать народным корреспондентом Первого городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. И я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. А с вами была Виолетта Гришина. Увидимся на Первом городском.